А на даче благодать, свежий воздух, как нигде, мы поедем отдыхать. То есть это тоже грабеж. А вот это я сделал, и я почему сказал, мне осталось мне 10 минут. Важная тема. Когда я вот это сделал, а это 30 лет у меня, это очередная. Это все делается так. Решетка, чтобы дети не провалились туда. Заполнение идет. Тут надо заполнить так, чтобы оно успело заполниться до зимы, чтобы корни деревьев не обжигало морозом отсюда. Это ладно. Самое главное хочу сказать. У нас случился коллапс. Вот он, да. Это только часть. Вот коллапс. Потому что вот какая-то фирма, ну видимо как, больше с людей денег не возьмешь, а за эти деньги, что мы платим, каждый, каждый, каждый. 4 прописано, там допустим, 500 рублей, там 3 прописано, там 307, ну и так далее. Вот. А я уверен, что еще многие не платят. Что спорить-то? У нас многие не платят вообще за квартиру. Вот. По принципу, сегодня живые, ладно. И вот это все привело к коллапсу. Я взял, я не просто так, чтобы там сказать, ой, какой я умный, но хотя я считаю, что это не глупый выход. Вот. С трех, с двух квартир и с одного магазина я вывожу сюда мусор, да. А в нем, кроме стекла и пластика, остальное, это все переваривается, это служит, это плодородие. Вот. И я взял, позвонил, ну пока скажу так, на один из каналов телевидения, одному из руководителей канала, который меня знает хорошо, я снимал тут десятки фильм у меня. В саду, десятки. Вот. Ну и так, спокойненько говорю, ну давайте это самое, сюда. Вот. А нет, началось не столько. Я говорю, давайте подготовку к зиме вот сделаем. Вы приедете ко мне. Я вам покажу, сколько самое, что тут не надо, вот видите деревья, вы же не найдете у меня, берите на зиму не надо, траву убирать не надо, листья упавшие не надо, кастры жечь не надо, вот. Это самое, обрезку делать не надо, вот. Подкармливать не надо, и учитывая, что у нас так дожди по ременам есть, и поливать не надо. И вообще ничего делать, вообще ничего. Ну, а новостная передача, вот там, типа, вот Железов сказал, этого делать не надо, 3-4 минуты, походили по саду, всё. И он мне говорит, мы не можем, у нас сейчас главная проблема для нас телевидение, мы только сюжет за сюжетом, про мусор, мусор, мусор. И тогда я сказал, давайте ко мне, я вам покажу эту очередную, я вам покажу деревья, между которыми закопаны уже полностью эти, бывшие эти ямы с мусором. Посмотрите, как растут, это всё удобрения, это всё наше, это плодородие почвы, ведь нельзя наоборот вывозить-то ничего. Ну, почему с деревней мусоросборник в это, и вся деревня стоят с мешками вдоль дороги в назначенное время, это глупость, дикость. Он мне отвечает, я же здесь за стулья, я не стал бы так просто говорить. Вы что, к вам ещё не приехала эта прокуратура? Астарфат, я говорю, за что? Запрещено вот эти ямы. Я говорю, не может быть. Я говорю, поймите, это же, я говорю, поймите по-честному, я говорю, любой прокурор поймёт. Да не поймёт. А тогда это самое, ещё, ну, в конце концов, он немножко расслабился, говорит, ну ладно, у меня встретились с прокурором в понедельник, ну, по другим делам. Это директор телеканала. Я с ним, я его спрошу. Вот, ну, я больше уверен, что эти люди не приедут, люди про это не узнают, а им без подсказки. А их всё надо уговорить, я бы выкопать. Ему это проще, всё равно, и меня же плачут, а и в городе, с двух квартир, и здесь ещё два участка. Вы представляете? Сколько счётчиков? Тут два. И получаются общие сложности, рублей получаются 500-600. За что? Поймите правильно. У нас какая-то странная страна, а я говорю, для того, чтобы когда-то этого не было. Пусть у людей, уже детей будет, внуков. Вот, я ещё докажу, почему дети ничего сделать не смогут. Это уже не те дети. Вот. У них мужские гормоны не вырабатывают организм, значит, они на что не годны. Не воевать, ничего. Не спорить, не доказывать. И вот, что получается. Однажды, это, у меня ещё шесть минут. Однажды, вдруг, когда вот началась эта, как катавасия, что оказывается, рубить деревья нельзя. И вдруг выясняется, а где взять дровейших-то, деревенским-то, нищим-то. Там, в Москве, не знаете, что у нас деревня нищая. Нет? И вдруг выясняется, что у нас, вдруг, я узнал тогда, когда разрешили в лесу собирать валежник. Как, думаю, а что получается, а я не знал, я покупаю дрова. Получается, что валежник был запрещен. А как же пожары? А как же в Германии показывают леса? У них не леса, у них любой лес, это как парк. Такое впечатление, что там не лесники, а садоводы там, в этих лесах. А как же в дереве номер? Под леской не вижу. Чистота идеальная. Это не леса, это какое-то, это даже слишком искусственное, может быть. Но как, оказывается, все эти годы запрещали и штрафовали за то, что человек сухую палку возьмёт на кассету, себе печку. Вот в такой стране живём. Не знаю, чем дело кончится. Не знаю, как докричаться до самого этого, до Москвы, или уже при этой власти. Я не призываю к смене власти. Я призываю к благоразумию. Помню, говорю, там, замминистра науки, эту самую девушку взяли. Раз была секретарём этого, как он называется, ректора, он ух, переезжает в Москву, значит, она теперь автоматом становится. Ну, ясно кем. Нет, вы не поняли. Нет, неправильно. Не то, что вы подумали. Эта смазливая девушка оказалась на должности замминистра. Стоять ума палатов. И вот получается к чему. Как вот эти всё разрешить? А мне не за страну обидно. Я же не за себя. Я-то проживу. Я 500 рублей каждый месяц отдаю там, 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 там за этот мусор. Мусор, ни один грамм бензина машины не пользует. Не тратят на меня. Не то, что я хочу, чтобы все вот так делали. Но вся деревня. Все, у кого дача есть. Если мы не стимим нагрузку, страна наша заполыхает. Она сейчас просто воняет. А когда-то и полыхнёт. Всё. Вот и всё. Закончил этот разговор сегодняшний. Вот, пожалуйста. Это ещё к той теме. Это у нас. Это не у нас. Вот. И жить запрещают. И всё запрещают. Это уже из этого, из интернета. Это не у меня, это интернет. Что делать, никто не знает. Это интернет, это интернет. Вот так вот. Представляете, в какой стране живём. А потом удивляемся, что кто это. Это всё не я, это интернет. Ну всё. А, вывод-то не мой. Ведь одним днём живём. Я вот понять не могу. Неужели, правда, у всех накуплены дома за границей. Даже в Чехословакии, там, в Венгрии везде. Уже в Польше везде порядок, чистота. Ну как же нам жить-то? Мы-то не можем уехать-то. Ну как же нам жить-то? Ну как же нам жить-то? Ну как же нам жить-то? Продолжение следует...